Что касается конкретных АСУ, то есть автоматизированных систем управления, определение ранее было, как правило, это связанное все уже с информатикой проектирования АСУ, то тут называется ряд принципов проектирования. Во-первых, принцип новых задач, то есть, когда автоматизированная система создается, не обязательно она просто делает то, что мы уже делали. То есть, возможно, там возникнут новые задачи в связи с особенностями техники, там компьютер, то есть, может быть, какие задачи человек вообще решить не мог, а компьютер может. Поэтому, когда мы проектируем АСУ, не обязательно исходить из того, что мы просто берем сферу деятельности, да, и все, что там делал человек, перекладываем на компьютер. То есть, мы изначально сферу деятельности анализируем с целью понять, где тут можно автоматизацию осуществить, исходя из возможностей техники, а не сложившихся в ней традиций и стереотипов. Ну, второй принцип – это, собственно, системный подход. Он понимается как структурирование, естественно, сферы деятельности, которую мы автоматизируем. Ну, и также организации переработки всей информации тоже структурируется. В общем, на разных уровнях он понимается. Как внутри самого компьютера, так, допустим, взаимодействие компьютера с объектом каким-то в АСУ обычно это происходит. Дальше принцип использования типовых проектов. То есть, несмотря на то, что вот ставятся новые задачи, связанные с автоматизацией, эти задачи, как правило, типизируются. То есть, изучается, как бы, опыт решения подобных задач по возможности использовать типовое решение, так как оно уже отработано, с ним, как бы, все понятно. Принцип непрерывного развития системы, тем не менее, имеется. То есть, решение это типовое, но мы его адаптируем, и мы его меняем в зависимости от изменившихся ситуаций. Ну, допустим, что-нибудь простое там сделали, мы под какое-то конкретное предприятие, программу управления его данными, предприятие меняется, открываются новые отделы, там, новые услуги и так далее. Ну, и поэтому мы меняем и систему управления, там тоже меняем и саму программку. Непрерывное развитие. Ну, также принцип единой информационной базы, то есть, информация в системе не в аддаке лежит, а в виде как раз какого-то целого, поэтому нужно избегать дублирования информации или передачи информации в разных форматах одной и той же. Ну, и это вот в базах данных часто, там, когда уже большая база начинается, что одно и то же записано по-разному в разных местах, все это надо сводить, чтобы именно было единственная информационная база. Ну, базовое определение проектирования АСУ, оно на практике заключается в разработке конкретной совершенно документации. То есть, вот как бы, этот системный анализ, такая дисциплина, только что я говорил довольно все абстрактно, да, вот в предыдущем клипе, допустим. А вот сейчас конкретно, то есть, проектирование АСУ, это конкретные документы, структура которых описана в ГОСТах, там все совершенно. Вот этот документ, собственно, называется проект, и в проектах должно быть описано техническое, информационное, математическое, программное, организационное, правовое обеспечение АСУ. Значит, техническое обеспечение, это что там работает, какая техника, и они должны обеспечивать функции АСУ, техника, поэтому, исходя из функции, она подбирается. Информационное обеспечение, это какой набор данных, какая база данных или знаний имеется в системе. Математическое обеспечение АСУ, это совокупность методов и алгоритмов решения задач. То есть, что мы с этими данными делаем, и по каким, в каким моделям, да, по каким алгоритмам. Что и как мы с ними делаем. Ну, программное обеспечение системы, это просто вот перечень списка программ, которые мы используем. В этой системе могут быть разные, в принципе. Задача проектирования АСУ, улучшение процесса управления объектом, разработка рациональной технологии, получение какой-то результатной информации об объекте, составление графиков и отчетов работы системы, чтобы можно было дальнейшем какой-то анализ общий осуществить, создание базы данных и базы знаний, которые обеспечивают оптимальное использование информации, то есть, в соответствии с разными требованиями к базе данных, там целостность и так далее. И создание нормативно-справочной информации о системе, описание той системы. Ну, и последовательно, следующие, в общем, принципиально, этапы идут. Это, во-первых, обследование. То есть, ну, просто изучается система управления. В результате, во-первых, обосновывается необходимость автоматизации. Что конкретно там, что будет АСУ делать, что конкретно автоматизируем, что будет делать программа. Дальше разрабатывается техническое задание и разрабатывается технический проект и рабочий проект. В принципе, вот три основные документа у нас идут. Техзадание, техпроекты, рабочий проект. Ну, в процессе обследования системы изучаются основные ее функции. Если она, система представлена, как, допустим, организация, то структура организации, функции отдельных подразделений, содержание работ, собственно, по управлению, что мы будем автоматизировать. В процессе обследования выясняется, какие у нас есть методические материалы, какие у нас инструкции есть, которые описывают работу того или иного подразделения, какой-то подсистемы и так далее. Какие можно методы применить при автоматизации. И, собственно, конечные результаты обследования – это список задач, которые мы конкретно автоматизируем. И в какой последовательности мы будем проводить автоматизацию. Отчет по обследованию – это первый, в общем-то, документ, который у нас фигурирует. Это называется ТО – технико-экономическое обоснование. Но тут явно берется примитивно к предприятию, в принципе, а сумму можем не только на предприятии, но ладно, давайте на предприятие. Значит, в ТО тогда по предприятию мы пишем, какая там материально-техническая база, численность работников, основные технико-экономические показатели. Поэтому на уровне экономических показателей экономика предприятий тоже изучаются, конечно, программистами, потому что он должен знать, что там, собственно, автоматизируется. Краткое описание функций подразделения должностных лиц, схемы информационных связей, маршрутов движения документов, уровень уже имеющейся автоматизации. Ну, там, по крайней мере, Word-то там стоит на компьютерах, это уже, в принципе, автоматизация. Основные методы управления на предприятии и так далее. Ну, и в ТО, собственно, обоснование же, да, что там обосновывается, необходимость автоматизации. То есть, в ТО, собственно, пишем, что автоматизируется и зачем, и в какой последовательности, ну, вот как я и говорил, да, то есть, это итоги обследования. То есть, что сначала там, что потом и так далее. Техзадание, это документ, на который есть ГОСТ, то есть, есть четкая структура этого техзадания. Документ, утвержденный в установленном порядке, определяющий цели и требования, основные и исходные данные, необходимые для разработки автоматизированной системы управления. Даже он там может содержать, да, оценку эффективности. Значит, техзадание, это документ в основе договора, который лежит, так сказать, юридически брать. Выполнил техзадание, оплата есть, да, не выполнил, дальше делай. Это объем работы. Ну, в техзадание входит общая цель создания ОСО. Состав ее подсистем, требования, как раз, вот, к различным видам обеспечения. Требования к информационному подсистему, к математическому, программному обеспечению, комплексу техсредств. Этапы создания системы и сроки, то есть, вот говорю, это выступает как объем работы, в частности, сроки там указываются, какие будут созданы. Предварительный расчет затрат и уровень экономической эффективности. Дальше, на основании техзадания. Техзадание подписывает заказчик. На основании техзадания разрабатывается техпроект. Техпроект это техническая документация, содержащая общесистемные проектные решения, алгоритм решения задач и оценка экономической эффективности ОСУ. Техпроект содержит фактически комплекс математических моделей. Ну и, в принципе, четыре части там. Экономическая часть, экономика организационная, информационная, математическая и техническая. Экономическая часть, собственно, вот перечень организаций разработчиков, краткая характеристика объекта, как раз вот эти из ТО переписываем технико-экономические показатели и так далее. Информационная часть. Там конкретно описывается, какая конкретно будет информация поступать, способы ее передачи, состав документов внутри системы, сроки периодичности их поступления. То есть, информационная часть техпроекта, это прям конкретно все движение документов в системе. Какие там, там. Ну, движение документов совершенно конкретная вещь. То есть, какие сроки будут поступать, там, допустим, не знаю, отчеты те или иные, там, вот и так далее. Состав, какие там конкретно будут реквизиты, какая будет диапазон изменения этих документов. Допустим, какие будут справочные документы, какие будут новые там вводиться. Методы хранения, поиска, изменения, конкретные формы. То есть, допустим, если заявление о приеме на работу, прям форма должна быть. Какой форме, какие реквизиты. Там все очень, так сказать, четко должно быть. Математическая часть техпроекта, это обоснование выбора системы программирования, а то их много развелось. И перечень стандартных программ, которые применяются в системе и при ее разработке. Техническая часть, собственно, сам технический процесс обработки данных. Обоснование выбора оборудования, там, надо ли покупать новые компьютеры, нужно ли там сетевое какое-то обеспечение. В общем, обоснование выбора любого комплекса технических средств, которые, собственно, обеспечивают работу. Ну, и, наконец, рабочий проект. Рабочий проект, это техническая документация, утвержденная в установленном порядке, содержащая уточненные данные и проектные решения, уточненную оценку экономической эффективности. То есть, рабочий проект в самом конце, уже на основе технического проекта разрабатывается. Заказчик уже закончил работы по подготовке объекта к ведению системы, подготовил помещения для компьютеров, для техники, обучил там своих людей и так далее. В самом конце, короче, рабочий проект. Рабочий проект тоже содержит примерно те же части, что тех проект, но они уже уточненные по мере, так сказать, разработки системы. Допустим, экономика, организационная часть содержит уточненный перечень задач, которые решаются каждой подсистемой. В частности, в рабочем проекте лежат инструкции всем должностным лицам, допустим, предприятия о том, что они будут делать при работе системы. Допустим, программист обязан менять по заявке пользователя то и то, и то. Оператор может вносить данные, звать программиста, если у него что-то не получается и так далее. Информационная часть рабочего проекта включает материалы с перечнем показателей, порядок формирования массивов информации, методы контроля за информацией изменений и так далее. Перечень конкретных показателей, которые по запросу выдаются в систему. Математическая часть, уточненные математически естественные модели, используемая операционная система, выбранная система программирования, перечень стандартных программ и так далее. Ну и, наконец, техническая часть рабочего проекта, конкретные уже закупленные компьютеры, все, что стоит там и работает в системе, график их загрузки, график работы, режим функционирования, вот все. Значит, есть множество требований, единая система конструкции документации, есть много ГОСТов на техзадания, на рабочие проекты и так далее, которые описывают с разной степенью подробности. Но определенная гибкость есть, если у нас проект маленький, мы ТЗ пишем маленькое, если у нас проект ОГОГО на весь завод, мы большое ТЗ пишем. То же самое относится к техпроекту и к рабочему проекту. Ну, это нудная часть, вообще говоря. То есть, там надо все словами написать, то, что программа и так быстро делает. Ну, без нее нельзя, потому что должен заказчик четко себе представлять, что и как там работаем. Ну, в общем, опять же, начальный курс, поэтому общее представление, там может быть про разработку тех документаций, я что-нибудь еще замучу и там ГОСТы поразбираем. Мне тоже постоянно приходилось это делать, когда я ПО разрабатывал, и все эти документы я в огромное количество писал. Это довольно скучная часть работы, но, конечно, необходимая.